Мы за три месяца всего лишь сотрудничаем с компанией Беа. Это город Днепр, и команда наша тоже сегодня приехала. И за три месяца у нас тоже достаточно хорошие результаты, и это очень радует. Да, у нас форум. Я думаю, ну как, настроение у всех такое задорное, хорошее. Но моя тема сегодня заставит вас немножко, может быть, поскучать. Почему, вопрос, который мне задают сегодня очень многие, почему у тебя покупают, а у меня нет? Почему у тебя подписывают контракт, а у меня нет? А вопрос, ответ очень простой. Как бы нам не хотелось, как бы нам не было скучно, но мы должны знать продукт. И мы должны продукт знать вот ту изюминку, вот то преимущество, которое сегодня отличает продукт ЭБР от того огромного количества БАДов, всех натуральных препаратов, которыми сегодня завален рынок альтернативной медицины. Конкуренция сумасшедшая, и вы это все прекрасно видите. И мало того, она будет еще и больше возрастать конкуренция, потому что ЗОЖ, здоровый образ жизни, сегодня это стало очень модно, важно. И, естественно, огромное количество людей подключились в это направление, его поддерживают. Поэтому это модно, это важно для здоровья, и поэтому будет появляться и появляться достаточно много компаний, которые будут производить аналогичные продукты. Поэтому для того, чтобы вы у вас сегодня к вам пришли и купили у вас, чтобы к вам пришел клиент и зарегистрировал клиентский контракт и пользовался не только сам, но и вся семья этим продуктом, вы все-таки должны немножко посвятить время тому, чтобы знать самое главное преимущество нашей замечательной продукции. Почему я очень быстро сказала «да»? Потому что я давно работаю в альтернативной медицине, я давно знаю, как работают все препараты, что им мешает получать, что мешает, например, человеку, принимающему, или который лечится БАДами, таблетками, получать результат. И я слышала о кумулятивных дрожжей еще полтора года назад, потому что понятно, что я сетевик с 20-летним стажем, у меня плюс я еще и проходила курсы биоэнергетика. То есть в России у меня очень много есть моих коллег, да, целителей и так далее. Мне они рассказывали об этом, но у нас не было доступа, правильно, свободной продажи у нас продукта не было. А это сложно, нелегально завозить, продавать, то есть, ну, в принципе, не получилось. Но я о них слышала. И когда мне сказали, что вот, Ира, они появились в Украине, и самое главное, появились легально, официально, и вы знаете, тогда как впечатлилось, потому что у меня в моем сетевом опыте было пять проектов. И ни один из этих проектов не заходил так, как заходил и пел в страну. А как они заходили? Вы все прекрасно знаете. Сначала это не легально, давай попробуем, а посмотрим. А пойдет, значит, тогда будем что-то вкладывать. Когда, ну, это все компании так заходили, все, даже монстры сетевого маркетинга. Семь лет нелегально работал МВЭЙ. И здесь мне говорят, вот смотри, уже есть все сертификаты украинские, есть сертификат кошерный. Вот для меня, конечно, кошерный сертификат, это сразу вау, это надежность, это качество. Понимаете, есть вот такие мелочи вроде бы, да, но которые вы должны все знать. Потому что кошерный сертификат кошерный, это однозначно доказательство того, что вы работаете с очень качественным продуктом. Сертификат халяль, это сто процентов подтверждение, что вы работаете с надежным, качественным продуктом. И остается только одно, рассказать, что же это такое, аккумулятивное драже, как оно работает. Да, у нас очень много написано в наших справочниках, в каталогах, в бэк-офисе очень много. Но я считаю, что больше надо уделить внимания тому, о чем я сегодня расскажу вам. И вот это очень любимый мой афоризм. Он у меня висит в офисе сразу на входе, сразу. Поэтому, когда ко мне приходят мои клиенты, они сразу, им сразу на глаза попадается эта картинка. Не бывает поздно, бывает уже не надо. И это касается и здоровья, и это касается и финансовой стороны, понимаете. Это вот как бы человек сразу должен вот здесь вот сюда это сразу записать, да, себе на диск, на свой. Да, подождите, научусь, да, так как это все делается. Продукт, который меняет мир. Это действительно продукт, который меняет мир. И в чем его секрет, в чем его загадка, я сейчас вам буду рассказывать. Так, почему-то оно у меня не переключается. Так, эту картинку вы все знаете. Она везде у нас нарисована, везде написана, да, что действительно сублингвальный прием. Это самое первое преимущество. Когда вы человеку говорите, что надо положить под язык, да, и тогда сразу в кровь. И тогда не будет долгого эффекта от применения. Это форма приема. Это огромное преимущество среди всего того, что мы с вами имеем. Потому что на пути любой таблетки и любой капсулы стоит кто? Пищеварительный конвейер. А он у нас у всех по-разному работает, извините меня. У всех по-разному. И для того, чтобы действительно получить результат, сначала надо изучить, как он весь работает. А это потратить надо сумасшедшее количество денег. И поэтому, естественно, все эти компании, которые работают с БАДами, у них четко расписана программа. Сначала надо чистить себя полностью. Толстый кишечник. Для чего надо чистить? Для того, чтобы то, что ты проглотишь в капсуле, оно всосалось и ты получил результат. То есть путь к здоровью, к оздоровлению, к получению результата, он очень долгий. А когда мы используем вот такую форму приема, мы положили под язык, да, это 90% сразу в кровь. Как валидол, как нитроглицерин, только все то химия, а это все натуральное. Поэтому вот это самое главное, это одно из преимуществ этой продукции. Именно форма приема. И тогда действительно человек очень быстро получает результат. Ну, Джованни Густо, все мы знаем, что он говорит. Мы все знаем, мы все это читали. Вы знаете, у меня что осталось в памяти, когда я знакомилась с этой продукцией, с этой технологией. Вот мне сразу, вот та фраза верхняя, да. Что нам удалось создать полную замену составу элементов, которые организм активно вырабатывает только до достижения 30 лет. То есть 30 лет вам стукнуло, вы молодой, а проснулись на следующий день 31, и все. И программа включилась. Программа включилась на что? На старение, понимаете? И ученые всего мира этим занимаются, геронтологи. Потому что вот программу остановить нельзя, а вот замедлить можно. И вот, естественно, этим занимался биохимик Джованни Густо. 90 компонентов каждый день. То есть как можно замедлить этот процесс? Дать организму, то есть да, укомплектовать клетку всем необходимым, то, что сегодня современный человек не получает из продуктов питания. Наша молодежь, она, к сожалению, очень скептически. Почему? Они не понимают еще этого. У них, конечно, у них ценности другие на первом месте. Но все равно-то они болеют. И болеют очень здорово, болеют. Но они не понимают одного, что то, что они едят сегодня, абсолютно не удовлетворяет потребностям организма даже на 50%. И поэтому мы сегодня и видим инсульты в 28 лет, да, мы сегодня видим диабет в 26 лет и в 16 лет. То есть мы сегодня видим страшную картину, когда вот эти все страшные болезни возрастные, или как старческие говорят, да, они все помолодели. И ведь это будет продолжаться, если человек, в конце концов, не включит свой мозг, не вспомнит, что он хомо сапиенс, человек разумный, а не человек скептический, ничему не верящий. Пока он его не включит, этот мозг, естественно, он будет страдать, болеть и так далее. Поэтому то, что сделал Джованни Густо, он действительно дал нам возможность затормозить процессы старения. Затормозить. И действительно прожить достаточно долго без болезни, без устранить всю хронику. Вот что очень важно, вы сейчас поймете, почему аккумулятивное драже делает то, что не делают БАДы. БАДы не лечат хронические заболевания. Они не в состоянии это сделать. А вот аккумулятивные драже это сделать могут. И вы сейчас поймете, почему. Ну и самое главное, что вы должны понимать, чтобы вылечить любую болезнь, глаз правый, левое колено, или, не знаю, почки, печень, спину, неважно, какого органа будете лечить, его нужно лечить комплексно. Потому что если чего-то вот здесь не будет хватать, все это будет бесполезно. Это поверхностное лечение. И посмотрите, что стоит на первом месте. На первом месте стоит восстановление полярности клеток. Вот что это такое, я вам сегодня расскажу в большей степени. Почему? Потому что именно этот процесс воздействует на самые серьезные проблемы, связанные с сердечно-сосудистой системой. Именно этот процесс действительно является причиной огромного количества заболеваний сердечно-сосудистой системы. Я так писала, так писала я себе свое выступление, но я на него и не смотрю. Ну, первое, да, это восстановление полярности клеток. Второе очень важное, надо что? Орган надо укрепить чем? Чем? Канцерогенами, пестицидами, нитратами. Чем будем укреплять орган? Для того, чтобы получить 500 миллиграмм витамина С, а это профилактическая дозировка, даже не лечебная. Организму раньше, лет 20 назад, надо было съесть половинку болгарского перца. Сегодня 5 штук за раз. Вот это как раз и показывает, что насколько наши продукты сегодня, они скудные. Скудные. Я делаю диагностики каждый день именно на макро-микроэлементы. И вот чем страдает молодежь, понимаете? И не только. Это дефицит магния в первую очередь. Потому что хронический стресс, а мы все живем в этом состоянии, забирает у организма магний, а его недостаточно поступает. И начинается, приходят мальчики, да, 28 лет, тахикардия, пульс 130. Их бегом родители куда? Бегом к кардиологам, к профессорам. И сразу их сажают на какие-то препараты, не устранив причин. Дефициты витамины группы В6. В12, В9 это все, что организму нужно, чтобы хотя бы, извините, не сойти с ума. Потому что центральная нервная система должна работать. Поэтому дефициты это цинк, селен, йод, конечно йод. Если мы живем в йододефицитном регионе, нет йода в организме, извините, человек начинает тупить. У него просто не работают мозги, понимаете? Отставание идет в развитии, в каком он возрасте не находился. Поэтому, естественно, для того, чтобы действительно вылечить орган, нужно сначала его накормить. Накормить все, что ему необходимо. А у каждого органа своя продуктовая корзина. Понимаете, сердце без калия, без селена, без витамина С, без кофермента Q10 работать не будет так, как вы хотите. И так долго, как вы хотите. Мозг без витаминов группы В не будет работать. Предстательная железа у мужчины без цинка работать не будет. Понимаете? Вот есть у каждого органа своя продуктовая корзина. Дашь, буду работать, не дашь, извини, какие претензии ко мне. Следующее, восстановление микроциркуляции, то есть кровообращения, кровоснабжения. Но толку дашь, что у тебя будет клетка нормально работать, и у тебя пусть в крови полно самых лучших классных витаминов, но твоя клетка это не получает, потому что у нее капилляры закрыты. То есть нарушил процесс глобального кровоснабжения. Вот смотрите, Залманов профессор, 150 лет назад, это киевский, кстати, доктор, профессор, который лечил Леонида Владимировича Ленина в свое время, он 150 лет назад писал, 70% капилляров у человека не работает, они спят. А сколько у нас сегодня спит, родные мои, это просто. Понимаете, даже страшные представления. Нет кровоснабжения, нет функций, не получает орган организм. Почему пришел такой диагноз, как синдром хронической усталости? Откуда он взялся? Откуда он прилетел? Вот он и прилетел отсюда. Потому что когда у человека нарушен этот процесс, естественно, все органы страдают от дефицита кислорода. Все находятся в гипоксии. Поэтому мы ходим все на тормозе, как сонные мухи, не успели проснуться, опять хотим спать. Понимаете? Поработали, хотим спать. И вот это состояние хронической усталости, это бич человечества современного. Поэтому не устранив этот процесс, ни о каком результате говорить невозможно. Следующее. Гормоны стресса. Вы понимаете, чем я сегодня сталкиваюсь каждый день? Приходят люди с жалобами, молодые, дети, пожилые, неважно, у всех букеты уже заболеваний. И я задаю один вопрос. Хоть бы один врач, к которому вы обращались, отправил вас на анализ мочи на гормоны стресса. Кто-то есть тут в зале, кто кому-нибудь, когда-нибудь, доктор, хоть один это предлагал. А отсюда начинаются все проблемы. Первая и четвертая группа крови. Поднимите руки. Первая и четвертая группа крови. В состоянии хронического стресса преобладает адреналин. Он постоянно присутствует в организме. А что он делает? Он спазмирует весь желудочный кишечный тракт и полностью расслабляет сосуды. У вас нарушается процесс общего кровообращения. Вы ходите с холодными руками и ногами постоянно. Естественно, у вас начинаются проблемы с перевариванием пищи, с засыванием. Потому что спазм, это желудок в спазме, в желчной протоке, все спазмировано. Естественно, он не работает. Вторая и третья группа крови. Поднимите руки. Ох! В состоянии стресса у вас будет преобладать кортизол. Его называют медленный убийца. Что делает кортизол? Он все делает наоборот. Он спазмирует сосуды, не дает нормально кровь циркулировать. А полностью расслабляет желудочно-кишечный тракт. Но что еще делает тестостерон? Он снижает сразу, как только у мужчин. Поднимается тестостерон. У них резко снижается уровень тестостерона. И приходят ко мне эти бедные мальчики, молодые и среднего возраста, которых уже эти урологи не знают, в каких местах массажировать. Понимаете? Они уже просто устали. Потому что тот массажирует, и тот массажирует. А результата нет. А знаете, как в анекдоте? А мне все хуже и хуже. А всего лишь. Пошел, сдал анализ, а у него кортизол в три раза превышает норму. Все. О какой репции может идти речь? О какой потенции может идти речь? Не будет этого. Потому что так работает гормон стресса кортизол. Следующее очень важное. Что делает кортизол? Он замедляет в организме метаболизм. Обменные процессы. Все. Функция всех органов снижается. Гипофункция щитовидной железы, гипотония, надпочечники. Все замедляется в организме. Но еще очень важная вещь. Кортизол повреждает внутри сосуды. Внутри. А повреждение сразу же, что организм на это реагирует, вырабатывает фибрин. Протромпин у человека поднимается и образовывается тромб. И мы все этого боимся. Мы все этого боимся. Потому что он умер. От чего тромб оторвался? Где взялся? Почему взялся? Никто не понимает. А причина потому что кортизолы, гормоны стресса в крови у современного человека, если он за этим не следит, Вот это все бесполезно, если не регулировать баланс гормонов стресса. Это очень важно. И в программе современного человека обязательно должен присутствовать вот этот пункт. Дальше PH крови, PH общей клеточки, да, наших внутриклеточных, PH крови, да, кислотно-щелочной баланс. Вы все об этом знаете, вы все с этим работаете. Почему важно его соблюдать? Потому что если у человека идет перекос в сторону кислой среды, это рак. Если наоборот, в сторону щелочной, это аутоиммунные заболевания. И очень важно вот 735-740, 735-740, даже нейтральный PH уже не является нормой. А что следствие? Сразу становится кровь вязкой. Вот это следствие. Сразу вязкая кровь. Я принимаю сейчас, 3 месяца уже принимаю коммунит драже, коммунит эсэр, 735-740. А я их принимаю всего лишь 6 штук в день. А раньше я принимала по 12 таблеток утром, по 12 штук днем. Еще что-то и в обед надо было, естественно, чтобы себя поддерживать. Понимаете? А сегодня драже, вот они уникальны в этом плане. И, конечно, иммунитет. Конечно, иммунитет. Аллергия повальна у всех. У молодых рождаются уже с аллергиями. Почему иммунитет упал? Он не работает. Он даже не может распознавать ничего. Поэтому, а залечивают лекарствами, делают еще хуже. Поэтому вот эти 5 пунктов, они обязательно должны присутствовать в программе гомо-сапиенсов, современного. Потому что, если что-то не выполняется, результат человек не получит. И поэтому то, что у нас было до появления кумулятивных драже, это, естественно, было очень много всего. Я у себя, когда в Днепре провожу презентацию, я прихожу со своей корзинкой. У меня такая корзинка, знаете, там вот это у меня наставлено. Все, куча. Вот я прихожу с этой корзинкой. А теперь, говорю, у меня сегодня вместо корзинки один блисток, да? Одно разное в драже. И вот это, вот это мне заменяет вот это все. Потому что вот в этом есть преимущество. Потому что а кумулятивные драже, одна штучка, одна воздействует на все эти факторы. Одна. И вот эти все пункты, она сразу же работает с этим. И поэтому здесь не надо чего-то много пить. Ну и, конечно, то, что мы должны с вами видеть и знать. Мы, все живые организмы, в том числе, конечно, человек, мы живем на планете Земля, между атмосферой и Землей. И наша Земля, она имеет одну важную особенность. Она постоянно отрицательно заряжена. Постоянно. А атмосфера вокруг Земли имеет положительный заряд. И это означает, что каждый организм живой, в том числе и человек, запрограммирован рождаться и развиваться в условиях постоянного электрического поля, который существует между отрицательно заряженной Землей и, естественно, положительно заряженной атмосферой. Что мы, в принципе, мы сегодня себя от отрицательного заряда изолировали. Изолировали чем? Изолировали одеждой. То есть, на сегодняшний день появление гаджетов в жизни человека, да, и одежды. Сегодня у нас положительно заряженных частиц намного больше, чем отрицательно заряженных частиц. И когда внешне электрическое поле ослаблено и еще хуже отсутствует, организм тогда попадает в очень критическую ситуацию. И мы эту ситуацию с вами видим сейчас на картинке. Она, конечно, не очень качественная, но нашла то, что нашла. Вот мы видим, как работает наша клетка, да, вот внутри это положительный заряд, да, на внешней стороне отрицательный. Это физика, это биофизика, это никак не химия, да. И вот мы читаем внизу. Если вот в таком состоянии клеточек находится, да, ионные каналы открыты. То есть, что такое ионные каналы? Это ротик нашей клетки, да. Вот она кушать может, потому что они открыты. И туда, естественно, все поступает. Аминокислоты, электрон, ну, все, о чем я говорила, все это поступает. А бывает такое состояние, потенциал покоя называется, да, когда мы видим совершенно другую ситуацию, это полярность совершенно другую. И в этой ситуации ионные каналы вообще закрыты. Но в большей степени мы видим третью ситуацию. Вот та ситуация, которая есть хаотичная, хаотичное изменение мембранного потенциала. И там мы читаем четко, что в этом состоянии нарушено поступление всех веществ, и клетка постоянно голодает. Она постоянно испытывает дефициты необходимых, вот тех девяностых необходимых компонентов, которые нужны нашей клеточке. Ну, это между небом и землей, так сказать. Немножко... Так. Включайся. Включи. Ну, а теперь немножко скучно. Ну, это то, что вы должны сегодня рассказывать. Потому что всю дальнейшую информацию я взяла из медицинских справочников. Это серьезные вещи, доказанные давным-давно учеными и наукой. Они доказаны. Поэтому, естественно, надо об этом людям в первую очередь говорить, что аккумулятивные дрожжи компании ЭПЕЛ – это в первую очередь дрожжи, которые несет в наш организм отрицательный заряд. И это то, что необходимо сегодня, чтобы наша клетка ожила, чтобы она регенерировалась, чтобы она восстановилась. Мы все знаем, что организм сам это все может сделать. Только создайте условия, ей необходимые. Поэтому вот доктор Альберт Крюгер еще в 50-е годы прошлого столетия он проводил исследования в области микробиологии и нейробиологии и выяснил, что избыток положительных зарядов вызывает в организме человека перепроизводство серотонина. А это очень активный гормон, который передает импульсы между нервными клетками человеческого мозга. Это тот гормон, который контролирует аппетит. Это тот гормон, который контролирует сон, настроение и эмоции человека. И результат избыточного выделения серотонина, причина которого является, что положительные накопления положительных зарядов являются раздражение, напряженность, истощение, ухудшение работы сердечно-сосудистой системы. Это то, что мы говорим, кровообращение, циркуляция, гиперфункция щитовидной железы, головокружение, головная боль, депрессия, беспокойство и другие неприятности. Сейчас люди сидят в офисах, они работают в офисах, там вообще избит, там атмосфера достаточно напряженная, потому что там положительные заряды настолько преобладают. Поэтому, естественно, вот это все, что я перечислила, человек, естественно, это все ощущает. И поэтому когда-то, если кто-то помнит из вас, был такой очень известный человек, который произвел люстру, называлась она Чижевского. И вы это слышали, потому что эту люстру как раз в Советском Союзе использовали в кардиологических стационарах, потому что она излучала отрицательный заряд. И люди восстанавливались очень быстро. После инфарктов, даже если человека приводили с приступом, привозили сердечным, не допуская даже появления инфаркта. Почему я и говорю, что эта тема достаточно изучена очень давно. И вот тут только возникает вопрос, почему сейчас о ней никто не говорит. И вот этот вопрос интересует всех абсолютно людей, нормальных вопрос. Почему? Потому что это доказано. Вот, противоположное действие положительных и отрицательных электрических зарядов. Это я вам сейчас читаю с медицинских справочников. Первое. Под влиянием отрицательных зарядов уменьшается скорость оседания эритроцитов. Что это такое? Вы все знаете. Соя. Вы все знаете уже? Все должны знать. Получаем анализ крови. О, у меня сои высокие. Что такое воспалительный процесс в организме? То есть под влиянием отрицательных зарядов этот процесс купируется сразу. А положительные заряды вызывают противоположный эффект. Отрицательные заряды влияют на уменьшение вязкости крови. А положительные заряды способствуют увеличению вязкости крови. Почему мы начинаем принимать и мы чувствуем тонус? У меня когда начали пациента, я начала назначать, они мне звонят там через день, через два и говорят, Ирина Анатольевна, там марихуаны нет? Я говорю, да не, дорогие мои, там марихуаны нет. Просто мы забыли, что такое вообще здоровое кровообращение. Мы забыли, что такое нормальная циркуляция крови. Мы забыли, что такое нормальный тонус. Когда тебе не хочется спать. Когда у тебя работоспособность повышена, у тебя настроение хорошее постоянно, а не раз в месяц перед праздниками, а каждый день. И поэтому правильно, когда естественно все партнеры ИПЛ пьют, если конечно они принимают препараты, то понятно у них прекрасное настроение. Потому что отрицательный заряд, который они получают каждый день с приемом дрожжей по внутрь организма, делает их радостными, счастливыми. Они себя прекрасно чувствуют, они в тонусе. Отчетливо меняется состав крови. Заряды отрицательного знака увеличивают число эритроцитов и уменьшают число лейкоцитов. А положительные вызывают противоположные сдвиги. Вот тут очень важный момент. Я хочу вам сейчас переключить. Вот на такую картинку. А, вот это очень важно. Почему у нас такие результаты по сахару? У меня действительно, да, сахарный диабет вообще замечательно. То есть норм фантастический. Я уже девочкам своим говорила. Если бы у компании ИПЛ был только один продукт, который называется норм, мы бы сделали сумасшедший бизнес. Потому что сегодня эпидемия диабета во всем мире. Понимаете? Кстати, Украина и Россия уже стоят на грани эпидемии. Поэтому, почему действительно мы получаем так быстрый результат? И опять-таки, это все зависит от отрицательных зарядов. Потому что отрицательные заряды, важным является тот факт, что вместо закономерного повышения количества сахара в крови, отмечаемого под влиянием воздействия отрицательных зарядов у здоровых лиц, у больных диабетом, заряды микросфер отрицательного знака вызывают отчетливое снижение сахара в крови. Поэтому воздействуют отрицательные заряды, когда они попадают в кровь, они делают сумасшедшую работу. Они убирают то, чего мы боимся в первую очередь. То есть они очищают нам сосуды от накоплений, которые человек собирает достаточно много времени. Но опять-таки, откуда они появляются? А причина этого как раз циреактивные белки, кортизол, то, о чем я говорила. Это гормоны стресса, которые повреждают стенку сосуда и потом там уже... Это мусор. Это тот мусор, который есть в крови, который вот там вот и остался. Поэтому, естественно, отрицательно заряженные частицы, они способствуют снятию напряжения. Метаболизм, нормализуют обмен веществ, повышают эластичность кровеносных сосудов, разрушают вредные отложения внутри сосуда. Это очень быстро не заканчивает. Но тогда я сейчас самое главное покажу. Потому что очень важный момент, потому что это очень актуально сегодня. Сейчас только я переключу. Вот это, вот это очень важно, да, агрегация называется. Что делают отрицательно заряженные частицы, да? Они действительно уменьшают приклеивание эритроцитов к стенкам сосудов и самое главное их склеивание. Я сегодня, когда рассказываю о дрожжей и у людей эта проблема, я говорю, это природный антикоагулянт. Вам назначает врач аспирин, который будет разрушать ваш желудок и ваш кишечник. А это природный аспирин, который действительно помогает нам очень быстро убрать эту проблему и не допустить возникновения, естественно, новых тромбов. Помимо этого, отрицательные частицы помогают справляться с отеками, потому что лимфатическая система, она ведь тоже, ее движение замедляется, когда в организме накапливается огромное количество положительных зарядов. То есть вот эти все и гормональный фон, и работа эндокринной системы налаживается. Понимаете, это уникальная методика. А ведь раньше как это делали? Это делали раньше с помощью электроприборов. И что сделал сегодня Джованни Густо? Он нам дал таблетку молодости всем, понимаете? Он нам дал возможность положить под язык дрожжей и получить с ним не только экстракты растений, овощей и фруктов, которые в нем заложены, но еще и получить отрицательный заряд. И попадая в кровь, она работает как самонаводящая ракета. Почему? Потому что воспалительный процесс идет под знаком плюс. Все паразиты, грибы, вирусы, они все под знаком плюс. И поэтому, когда мы получаем в организм именно вот этот набор уникальный, идет двойной эффект. То есть отрицательно заряженная частица подходит к клетке, которая ее потеряла, поэтому она не работает. она включается и наши дрожжи сразу кормят ее, сразу отдает ей все то, что в ней заложено. Но результат, естественно, от продукции получит каждый. И ждать моментального исцеления нельзя, потому что и говорить об этом нельзя. Почему? У каждого запущенности, стадии и так далее. Но даже, я, например, рекомендую людям возрастным все-таки начинать с двух дрожжей. Обязательно даю или Мелс, или Альт на ночь, потому что надо все-таки кровь почистить от всякой гадости, которой у нас живет куча, вывести нерасщепленные белки – это пищевые токсины. Ама называется в Альюрведе. Это делает Альт великолепно. И я им обязательно говорю, что болит. Вот что, болят кости, значит, слайд. Болит сердце – хард. То есть, очень удобно работать с продуктом. Я, конечно, использую суточную активность органов. Почему? Потому что человек быстрее получает результат. Знаете, у нас же мозг все распределяет. И мы знаем, что, да, вот у нас, когда у нас мозг работает с поджелудочной железой, и все, что поступает, он туда отправляет. Это с 9 утра до 11. Все, вот в это время выпей норм, и ты получишь быстро результат. А когда твой мозг работает с сердцем? С 11 до 13. Дайте хард. У меня у мужа результат фантастический. Как только я зарегистрировалась, я сразу взяла ему, потому что у него поставили в марте аритмия. Не злокачественная, но аритмия, да? И он у меня принимал только хард, больше ничего. С 11 до 13. Он принимает и сейчас. Ни разу за это время у него не нарушился сердечный вид. Ну, естественно, при таких результатах, ну что, поэтому я уже как бы не буду, хотела вам, конечно, больше рассказать, но время проходит. Но я вам все-таки показала самое главное, преимущество этого продукта. И мы должны научиться это говорить. Вот это и есть преимущество. Это отрицательный заряд. Это состав уникальный, потому что соединили экстракты растений, овощей и фруктов. Это форма приема сублингвально, а это сразу в кровь. И, конечно, это все подтверждается вот этими замечательными сертификаторами, которые сделала компания для чего? Для того, чтобы и нам уверенности придать, чтобы нам было легко. Но это доказательство того, что наш продукт уникальный, эксклюзивный, работающий и, самое главное, очень нужный всем людям на земле. Начиная с младенца и заканчивая пожилыми людьми. Спасибо.